отдаст ли лукашенко часть беларуси кремлю может ли наступить от теперь при режиме беларусы продолжат беднеть это народ спросит вы задаете интересующие вас вопросы мы их адресу нашим экспертам и вместе получаем подробные ответы обо всех волнующих темах пишите в комментариях и присылайте свои вопросы в наш телеграм-бот самый главный страх лукашенко потеря власти именно эта фобия превратила в беларусь в концлагерь с агрессор войне с украиной и базу для российских войск привела к правовому дефолту беспредел и тотальному контролю силовиков сдачи суверенитета кремлю а кремль никогда не воспринял беларусь как независимое государство и планы поглощения беларуси россии вполне реальны это подтверждали и многочисленные заявления путина и сливы планов захвата и поглощения беларуси ради своего выживания и сохранения власти лукашенко пойдет на все а сколько стоит его слова и гарантии в том числе суверенитета нашей страны мы прекрасно знаем логичный вопрос от зрителей маланки отдаст ли лукашенко часть беларуси кремлю я не вижу никаких причин по которым лукашенко был бы заинтересован расстаться целиком с беларусью или с какой-то его частью и не потому что лукашенко такой великий беларусский патриот а потому что если кто-то до сих пор не в курсе так я вам расскажу знаете лукашенко очень любят свою власть и власть это не какая-нибудь знаете там не на своими сыновьями там и на своей женой он кстати женат кто не помнит а это власть над беларусью он беларусь расставаться не хочет он ее не отдаст не беларускому народу не путину никому-то еще добровольно чтобы лукашенко беларусь отдал придется постараться опять же мне кажется все мы это уже заметили подмен на беларусь целиком или на какую-то ее часть лукашенко не получит ничего лучше чем свой нынешний статус никакие гарантии безопасности россии никакая должность в россии даже близко не лучше того что у него есть все-таки какая бы ни была паршивая нелегитимная неполная но власть но все-таки власть над беларусью вот такой целой страной и поэтому никаких тут мотивация лукашенко нету в общем с тех пор как мы видели как кадафи был таким диктатором который ядерное оружие отдал верили в том его судьбу с тех пор больше ни северная корея никакой диктатор ядерное оружие не отдаст но честно говоря даже вот таких умников диктаторов которые вы взяли отдали часть своей страны в надежде на что то ну таких умников даже судьи диктаторов кажется мире не нашлось я по крайней мере не в курсе кто-то знает такие примеры где какому диктатор соседнему диктатору добровольно или там под какими-то угрозами но взял и отдал половину страны было бы интересно такие примеры послушайте мне в личку присылайте еще будет интереснее посмотреть а то что этим диктатором случилось они жили долго и счастливо или они вот как янукович в ростовской области не думаю что судьба янукович это вообще хоть кого-то как-то мотивирует и как раз в контексте януковича лукашенко и сам прямо говорил что слабан к янукович надо было до последнего патрона сражаться что в общем в двадцатом году мы и видели даже без рожка в автомате лукашенко сражаться был готов видимо рукопашность таким автоматом эти поэтому конечно лукашенко никакой беларусь так просто отдавать не будет прямо скажем тут ничего сильно хорошего и оптимистичного в этих новостях нету потому что факт что беларусь сейчас в руках диктатор который не готов с ней никак оставаться все равно конечно очень плохо да это предохраняет беларусь от того что лукашенко возьмет и знаете как фильме иван васильевич скажет россии что хотите восточную беларусь забирайте государство не объединяет не конечно такого не случится но это не по тем причинам по которым так должно быть и важно чтобы беларусь была не только правитель который знает что суверенное государство но и самое важное общество которое будет осознавать насколько независимая страна независимый народ что любым там делиться суверенитетом можно да в рамках каких-то добровольных интеграций коммуникаций происходит евросоюзе делать это только с общественного согласия по понятным прозрачным правилам вот это мне кажется важное вообще как все нормальные ситуации должно быть поэтому все те кто переживает за возможность что дарусь как-нибудь в расставочной части соседние диктаторы важно не только бороться с лукашенко где понятное но в первую очередь работать над тем чтобы вот вы ваши родные ваши знакомые люди вокруг вас оценили беларусский суверенитет на русскую независимость вот это то что мне кажется каждый из нас может чуть-чуть где ситуацию улучшить вот это важно важнее чем переживать что лукашенко там завтра все раздаст путин справедливости ради русификация беларуси с небольшими перерывами идет кажется последние 300 лет тем не менее красивый беларусь еще не присоединилась то что происходит сейчас вызвано вполне понятными политическими событиями двадцатого года можем вспомнить как период в 2015 и начало двадцатого года когда минск пытался как-то если даже не играть мягкую беларусьизацию то как минимум ей не мешать когда той же артседибе в общем не мешали проводить там от празднования столетия бнр оперного театра до дня мовы мова феста в феврале двадцатого года в ок 16 а теперь вот паша баллаус сидит в тюрьме как экстремист террористы предатель родины свободу паша и свободу всем политзаключенным так вот мы видим как после двадцатого года вот такие вот игры в такую беларусью за ассо и для минска закончились ну в многом просто потому что изменилась политическая возможность лукашенко считает что угроза вот таких беларусь заторов для него сейчас выше чем угроза от путина отдельный вопрос прав лукашенко или нет но кажется вот так он оценивает и такой ситуации да минск в общем целиком пошел на встречу россии это было в общем ясно с встречи лукашенко и путина в сентябре двадцатого года да лукашенко за по сути за сохранение своей власти обменял до сильной возможности сдачи некоторого суверенитета и облегчение для входа российских войск вот это десант российских пропагандистов белорусские медиа который уже в августе двадцатого года начался помню-ка мне в августе в минске звонили раз что дэй говорили да класс давайте раз что дэй для пишем с вами интервью для белорусского телевидения вот как бы уже это было мягко говоря звоночком о том насколько все плохо с информационным суверенитетом и до сих пор только усиливается мы видим как различные активисты такая как бондарева наиболее заметная которые проявляют всю свою пророссийскость а в общем на других людей даже мол лукашенко это операция и некуда а те активисты которые были не пророссийские они самые настроены сильно против лукашенко и лукашенко не готов с ними работать и в итоге просто ничего лучшего у лукашенко нету и да вот эти все риски этой русификации они есть но лукашенко их сейчас боится имеем все чем остального вот откуда вся эта пророссийская сейчас в русской политике лезет в то же время никаких системных изменений в общем не произошло справедливости ради единственное что с 20-го года серьезное было подписано это те самые дорожные карты из-за которых долго воевали тем если даже налоговой интеграции все не очень хорошо но даже российских баз белоруссии военных официальных так создано и не было никаких новых мы видим что там не как-то иначе белоруссия в россию не областями не целиком тоже не вошла дадет какое-то ползущее признание анонсированных территорий тем не менее мы видим даже официальных признаний заявлений что в абхазии южная сеть и даже этого не было поэтому дал и точно так же не регистрируют в белоруссии пророссийские партии хотя было так много таких попыток у российских активистов всего этого лукашенко старается по-прежнему избегать и лавировать насколько способен поэтому вся вот эта русификация это последствия политического выбора лукашенко осенью 20-го года но никак не какой-то подготовка к сдаче суверенитета беларусь просто потому что лукашенко не готов делиться власть беларуси уже третий год происходит системный террор уровень репрессий зашкаливает а количество полезаключенных концу года может дойти и до 2000 насаждая страхи и плодя беззакония каждый день режим одновременно с этим всячески пытается привлечь внимание западных стран то агрессивными провокациями то заискивающими стенами демонстрирует свое острое желание к диалогу в обмен на снятие санкций и обещая в кулуарах куда еще пускают или через третьих лиц смягчение условий существования в концлагере а возможно и оттепель резонный вопрос от наших зрителей может ли наступить а вот теперь при режиме если говорить о каких-то перспективах развития беларуси теоретически возможно любые варианты вопрос а вероятность так вот на мой взгляд вероятность какой-то либерализации ближайшее время она очень очень невысокая по целому ряду причин процесс репрессии он запущен и здесь важным фактором является та психологическая травма которую получил александр лукашенко от протестов 2020 года и нынешние репрессии это способ компенсации этой травмы но здесь есть и такие системные закономерности дело в том что политический режим беларуси меняется он эволюционирует сторону тоталитаризм и в рамках тоталитарной системы инакомыслие принципе недопустимо оно запрещено и в рамках такой системы неизбежно чтобы удержать ситуацию под контролем надо постоянно осуществлять вот эти репрессии под ним под эту задачу заточен силовые структуры и не только силовые весь государственный аппарат участвует в репрессиях и преследованиях администрации всех учреждений проверяет на предмет лояльности и так далее поэтому вот эта эволюция режима в сторону тоталитаризма она в принципе исключает возможность какой-то либерализации ну и кроме того власти боятся боятся повторения протеста потому что тот шок который они пережили в двадцатом году он как бы дает о себе знать вот и кроме того силовые структуры созданные именно для этой цели тот же губопик у него нет других задач сегодня практически кроме политических репрессий это практически сегодня политическая полиция политическая полиция и пока он существует он не может ничем другим заниматься кроме как политическими репрессиями вот ну и целый ряд пропагандистских ресурсов заточена именно под эту задачу перспективы отношений западом они очень плохие вот сегодня примета резолюция фактически европарламента вернее не резолюция утверждения доклада комитета по международным делам где говорится о том что необходимо привлечь александр лукашенко уголовной ответственности международной и после таких резолюций я с трудом представляю возможность каких-то переговоров западных государств с официальным минском вот поэтому по совокупности всех этих факторов я рассматриваю возможность какой-то либерализации политической белоруссии в ближайшее время как маловероятно ну сложно вообще давать прогнозы мы знаем примеры когда запад шел на переговоры самыми так сказать одиозными диктаторами и заключал какие-то сделки поэтому исключать чего-то нельзя но опять же вопросы вероятности сегодня как бы спрос и предложения настолько не совпадают то чего ожидает запад от официального минска то чего может предложить минск на эти претензии на эти предложения запада они настолько разные что говорить о каком-то взаимопонимании невозможно запад требует от белоруссии прекратить поддержку россии и агрессии против украины прекратить репрессии освободить политзаключенных смягчить законодательство которое принято ну и начать внутренний диалог понятно что на все эти меры сегодня официальный минск пойти не готов поэтому сегодня такого вопроса вообще нет повестки новость о том что в евро и доллар в ближайшие перспективы вполне могут стоить больше четырех рублей уже никого не удивляет какие то что в беларуси за чертой бедности живет уже более 300 тысяч белорусов мы привыкли тому что наша страна стремительно беднеет постоянному росту цен и инфляции который съедает символический рост зарплат и пенсий и к тому что доходы большинства белорусов уходят исключительно на еду страна для жизни стабильность и конкуренции экономики и благосостояние большинства белорусов ровно как и рекордный урожай и запредельный рост надоев все это циничные фантазии пропаганды реально сегодняшний беларуси застой деградации экономия во всем наши зрители спрашивают продолжат ли белорусы беднеть первое что я бы отметил что общая распространенный штамп что белорусы беднеют он выражаясь мягко дипломатично не полностью соответствует действительности если мы посмотрим на статистику я вполне осознаю и хорошо понимаю что для многих это будет звучать контринтуитивно но реальные заработные платы белорусов они растут и более того даже находятся на историческом пике здесь можно задавать много уточняющих вопросов если мы остаемся в экономическом дискурсе я бы разбил этот факт на несколько составляющих первое очень важно понимать что средняя зарплата о которой мы говорим и которая чаще всего становится объектом такой главной метрикой через призму которой мы судим о благосостоянии белорусов она формируется из очень разных заработных плат и вот эта разбежка она последние годы увеличивается то есть грубо говоря разбежка между очень богатыми и очень бедными она расширяется и поэтому когда очень часто речь идет о средней зарплаты люди задают многие вполне для себя резонный вопрос а кто ее получает среднюю зарплату и может оказаться действительно так что гораздо выше средней получают небольшое количество людей а при этом значительно большее количество они имеют меньше значит и вот этот факт важно принимать во внимание второе очень важное замечание действительно со второй половины ну где-то там даже скорее треть четвертого там ближе к четвертому кварталу прошлого года и вплоть до настоящего момента действительно заработные платы увеличивались это правда как номинальные так и в реальном то есть корректировкой на инфляцию выражение ну вот здесь ключевой вопрос почему это происходило и насколько это устойчиво и ключевая причина не единственная но ключевая это массовая миграция людей на внутреннем рынке на рынке труда остается все меньше и те вакансии то количество рабочих мест которые привычны для белоруссии вот для того объема рабочей силы рабочий круг который присутствовали всегда она сейчас становится избыточным именно поэтому мы в двадцать втором году имели очень парадоксальную для любой экономики ситуацию когда экономика вроде как сжимается безработица сокращается а потом когда пошло небольшое восстановление это вылилось в новый феномен что зарплаты стали расти быстрее чем восстанавливается экономика почему давайте поставим себя на минутку если мы говорим про частный бизнес на место владельца бизнеса у него фактически выбор между тем чтобы потерять работника в принципе поскольку работник для себя смотрит на зарплаты не только белоруссия в соседних странах скажем в литве и польше и если он не увеличит ему зарплату даже ущерб своему финансовому состоянию то он потеряет работника рабочий круг на рынке очень мало и мы все равно чтобы найти заполнить эту вакансию найти нового работника придется поднимать зарплату и вот это очень важный драйвер который разгоняет зарплаты последний год ключевой но кроме того сюда добавляется еще ну я бы сказал волонтаристская политика экономических властей которые не хотят задумываться о том что будет завтра а подгоняют этот тренд еще больше его усиливают с помощью избыточной мягкой монетарной политики и вливаний через бюджет и в результате у нас получается да по факту мы видим что вроде как ситуация зарплатами на бумаге она достаточно неплохая но ключевой вопрос то что я уже обозначил на сколько долго она может оставаться неплохой вот здесь у меня к сожалению плохие новости а значит первое то что уже сейчас достаточно ощутим так называемый инфляционный навес произошедший избыточный рост зарплат он уже сформировал достаточно весомый инфляционный навес то есть это означает уже сегодня сформированы предпосылки для ускорения роста цен буквально начиная с этой осени и даже прямо сейчас уже в августе по мы это ощущаем то есть упрощая можно сказать что вот тот прирост зарплат избыточного достаточно быстро будет съеден ростом цен то есть цены будут расти больше и следать значит второе почему я говорю что влияние миграции оно не может быть устойчивым да логика которую адресовал она будет сохраняться но до бесконечности фирмы поднимать платы они не смогут потому что если они будут уходить в убытки то ну как бы они не хотели сохранить свой бизнес они не смогут не будут состоянии платить больше заработных плат чем позволяет логика деятельности фирмы они не будут делать ущерб себе то есть это натуральный барьер для дальнейшего роста то время как для роста ускорения инфляции вот на сегодняшний день таких натуральных барьеров но немного и та комбинация которую я упомянул избыточно мягкой монетарной политики попытка закрылись глаза и разогнать рост зарплат как можно больше она очень скоро обернется другой стороной медали рост зарплат притормозит и с ощутимой вероятностью могу сказать что они скорее будут стагнировать а вполне вероятно даже тренд развернется и мы в ближайшее время увидим их сокращение но последнее что добавлю вот эта ситуация макроэкономически она очень схожа с периодом тринадцатого года если зрители вспомнят период тринадцатого четырнадцатого года тоже был такой очень быстрый разгон заработных плат вот тогда мы тоже подошли к такому естественному потолку и потом на протяжении нескольких лет заработная плата либо проседали либо стагнировали вот сейчас мы находимся очень похожая ситуация вы смотрели проект маланка медиа народ спросит задавайте вопросы в комментариях данному видео и присылайте в наш телеграм-бот на каждый интересующий вас вопрос мы найдем ответ заходите на наш сайт маланка медиа и скачивайте мобильное приложение маланки не забывайте что в нашем инстаграме и телеграм-канале регулярно публикуются свежие новости если вы находите за пределами беларуси в безопасности репостите это видео обязательно посмотрите если еще не посмотрели наш итоговый воскресный выпуск новостей ссылка в описании также в эфир возвращается подкаст маланки ссылки на подкасты вы также можете найти в описании к этому видео же беларусь и слава украине